Известно, что карантин кардинально повлиял и влияет на развитие экономики. Представители малого и среднего бизнеса сейчас в раздумье. Отказываться от своих кафешек и сокращать персонал, или стоит попытаться что-то изменить и перепрофилироваться. Кто выиграл и кто проиграл в сегодняшней ситуации? Алма Гальджемпийсова побеседовала с предпринимателями. Экономические последствия карантина коснулись каждого жителя области, а для бизнеса обернулись настоящей проверкой и испытанием. Одни из наиболее пострадавших отраслей – торговля, сектор услуг, турагентства. С 18 мая последним разрешили работать, но никаких конкретных ответов на тысячи вопросов туристов они пока дать не могут. В таких условиях выигрывает внутренний туризм, говорят менеджеры. Все-таки родные просторы более надежны в такое непростое время. Я думаю, что наши граждане, когда откроют, по крайней мере, границы между областями, в первую очередь поедут в Алмату, в Алматинскую область, в Актау, потому что все-таки море, Каспий, у нас есть море, наша область. Как бы это ни было, у нас есть красивые места. Средняя путевочка стоит от 9 тысяч тенге в сутки. Как правило, проживание, питание, лечение уже включено в стоимость. То есть цена зависит от уровня санатория. И, конечно, здесь цена более выигрышная, чем лечение там же в России. До сих пор ждут своего дня открытия местные кафе и рестораны. Простой в два месяца им тоже дался нелегко. Первая задача владельцев таких заведений – сохранить персонал. До момента закрытия у нас работало порядка 320 человек. На данном этапе, эту неделю, у нас работает человек 20. Они работают на уборке помещений, на дезинфекции и подготовке заведения к открытию. Убытки громадные, мы еще не подсчитывали, поэтому определенную цифру я не могу сказать. Поэтому пока все ведутся подсчеты. В такой же ситуации и другие кафе и развлекательное-увеселительное заведение. Если еще месяц придется ждать открытия, то на бизнесе можно ставить крест, говорят многие. Поэтому в поддержку предпринимательства за период карантина принят ряд мер. По данным областного филиала Национального банка, более полутора миллионов заемщиков получили отсрочки по займам. 246 предпринимателей прошли одобрение на получение льготного кредита. От представителей малого и среднего бизнеса принято 711 заявок на отсрочку на сумму более 11 миллиардов тенге. По поручению президента Республики Астан, Национальным банком совместно с агентством Республики Астан по регулированию и развитию финансового рынка была разработана программа льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для реализации данной программы было выделено более 600 миллиардов тенге субъектам малого и среднего предпринимательства и индивидуальным предпринимателям через размещение обусловленных вкладов банков второго уровня. Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотных средств с субъектом малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателем, пострадавшим в режиме чересчайного положения. Сроков до 12 месяцев поставки не более 8% годовых. На поддержку малого и среднего бизнеса в связи со снижением деловой активности на фоне коронавируса направлены ряд других антикризисных мер. В нашей области намерены делать упор на сельское хозяйство. До конца года все сельхозформирования, которые используют земли и сельхозназначения, освобождены от земельного налога. Это первое. Второе. Очень большое сейчас внимание уделяется по инвестиционным субсидиям, по субсидиям животноводствия. Разрабатываются новые правила, которые в свою очередь также должны дать стимул. И очень радует нас, именно Западная Казахстанская область, это стимул в развитии животноводства. По маточному поголову, по преобразованию племенному. Это то, что должно стать базой для Западного Казахстана. Наша сильная сторона, я думаю. Также для отечественных товаропроизводителей именно по социально значимым товарам и продуктам. Кроме того, как известно, весь малый и средний бизнес до 1 июня освобожден от уплаты налогов. Есть и другие послабления. В любом случае, живя в новых реалиях, бизнесу придется оперативно реагировать на спрос и предложения. К примеру, очень востребованными сейчас стали цифровые услуги, курьерская служба и онлайн-торговля. Поэтому новые вызовы времени нужно использовать во благо и продолжать действовать.